Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лупшина, приветствую вас и приветствую моего гостя в студии. Руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области Олег Ткачев. Добрый день. Добрый день. Олег, новостей на самом деле много. Я прошу прощения, что мы начинаем не с темы НКО. Об этом мы тоже поговорим, но ближе, наверное, к финалу нашей программы. Начнем с крупных событий, с кадровых перестановок, если можно так выразиться. Две новости сегодняшние. Во-первых, в отставку отправлено правительство Кировской области, но они и так были с приставками ИО, исполняющие обязанности. Это такая штатная процедура, насколько я понимаю. То есть новый глава региона официально вступил в должность, правительство уходит в отставку, продолжает работать с приставками ИО до формирования нового состава. Игорь Васильев, губернатор области, в понедельник, когда был в нашем эфире, анонсировал возможные кадровые перестановки в составе, говорил, что проанализирует работу своих коллег. Кто-то из них останется, кто-то, возможно, покинет Кировскую область. У меня к вам вопрос. Все-таки год мы следили за тем, кто и как работает. Как вам кажется, кто сохранит свои посты точно, а кто нет? Так, ну, прошли выборы. Выборы достаточно предсказуемые по ряду причин. Я думаю, что проанализирована работа уже достаточно давно, и кадровые решения, в принципе, приняты. Сейчас, после инаугурации, буквально несколько дней, мы будем наблюдать техническое исполнение уже заранее принятых решений. И совсем не факт, что люди будут уходить по каким-то причинам, прямых антагонизмов, что-то еще. Ну, многие подрежались именно до выборов. То есть, как мне кажется. То есть, у некоторых как бы вышел срок, на который их рекрутировали, на помощь исполняющему обязанности губернатора. И приходит время их замены. Скорее всего, за это время новая команда, которая сформировалась вокруг губернатора, уже действующего губернатора, скорее всего, они уже присмотрели себе какие-то кандидатуры и будут расставлять более вдумчиво с тех позиций, которые перед ними стоят, с точки зрения той стратегии, которую они видят для работы уже в полном качестве правительства Кировской области. Я не думаю, что здесь будет что-то особо интересное. То есть, скорее всего, это будут такие достаточно технические замены. Вряд ли до марта 2018 года мы услышим громкие скандалы, которые потрясут область. То есть, это одна часть выборной кампании завершилась. То есть, выборы регионального руководства. Но выборы продолжаются. Выборный сезон у нас до марта как минимум. Это мы президентские выборы имеем в виду сейчас, да? То есть, это основные выборы в стране и в регионе. То есть, в преддверии этих выборов, то есть, все, что происходит в регионах, в данный момент все заточено под это ключевое событие. То есть, логика подсказывает, что, скорее всего, будут воздерживаться от громких потрясений, насколько это возможно. Все уходить будут по собственному желанию. Сглаживать углы, сглаживать какие-то конфликтные ситуации, чтобы не нагнетать, чтобы не омрачать светлый праздник избрания нового старого президента какими-то региональными скандалами. То есть, мне кажется, логика такая. Вот после марта 2018 года, скорее всего, будут более смелые кадровые решения. То есть, скорее всего, ландшафт меняться будет более сильно, когда будет определенность с федеральной властью, с ключевыми фигурами на федеральном уровне. То есть, правильно ли я вас понимаю, вы прогнозируете обновление состава правительства, либо практически не будет его нынешней? Безусловно, будет. Примерно на сколько процентов сменится? Я не исключаю, что процентов на 70 заменится. Не исключаю. Но не сейчас. И сейчас. Но то, что происходит сейчас, это такая достаточно техническая замена. Ожидаемая история. Ожидаемая история после выборов. То есть, ну, все обычно. То есть, губернатор избран. Теперь он может формировать постоянную команду. Хорошо. Тогда такой вопрос. Уж постольку, поскольку это особое мнение все-таки. Как лично вам кажется, при формировании новой команды, при привлечении каких-то новых игроков в состав правительства, все-таки имеет смысл руководствоваться территориальной, скажем так, принадлежности человека? Все-таки ставку на кировские кадры стоит делать или нет? Кому стоит ставку делать? Игорю Васильеву. Я думаю, что Игорь Васильев сделает ставку на какие-то личные качества, личные отношения различных кандидатов, вне зависимости от того, из какого они региона. То есть, на профессиональные какие-то компетенции? Ну, вот как его кадровое чуть-чуть ему подскажет, но я сомневаюсь, что это во главу угла будет ставиться именно региональность. То есть, не местные кадры возможно? Вполне возможно, что это будут не местные кадры. Вполне возможно, что кто-то придет на замену и из местных. Хорошо. И еще тогда... То есть, вопрос местные и не местные, это для нас, местных жителей, актуален. Потому что многих людей мы знаем, с которыми прожили многие годы, то есть, на разных местах работы, видели этих людей, что-то можем о них сказать. А для действующего губернатора это, в принципе, не такой существенный фактор, как мне кажется. Лишь бы ему было комфортно и понятно, как с этими людьми работать. То есть, мне кажется, что логика такая. Хорошо. Но если все-таки по персоналию немножечко сосредоточиться на этом вопросе, из тех членов правительства с приставкой ИО, которые работали последний год, вот вам как кажется, кто точно сохранит свои посты? Я думаю, что Дмитрий Курдюмов останется точно. Ну, кто еще? За всех остальных, то есть, не могу сказать. Не можете. Но Дмитрий Курдюмов наиболее ярко, наверное, да, там засветился в свете того, что приезжали и представители Минздрава, и хвалили там подвижки какие-то в Кировском здравоохранении. То есть, с ним вопрос решен, как вам кажется. Ну, мне кажется, да. Хорошо. Еще одна кадровая новость, тоже поступившая сегодня с новым сенатором нас. На сайте областного правительства размещен указ за подписью Игоря Васильева о назначении Виктора Бондарева членом Совета Федерации. Он сменил на этом посту Олега Казаковцева. Ну, мы напомним, да, что Виктор Бондарев – это главнокомандующий военно-космическими силами, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Вот. И в свое время, когда появились разговоры о том, что он один из кандидатов на пост сенатора, говорилось в том числе о том, что он поможет развитию кировской оборонки. Ну, это все-таки, опять же, планы на будущее и в преддверии президентских выборов. Иначе и другой риторики и не ожидается. Не настораживает вас повышенная концентрация людей и силовых ведомств? Да, мы уже привыкли. Ага. То есть, на самом деле, по представителю Совета Федерации, я не знаю, мне кажется, должность достаточно декоративная. Но эта должность, она позволяет на федеральном уровне лоббировать какие-то интересы региона. Просто быть там, присутствовать там с определенным статусом. Ну и связи ведь у него, наверное, есть в определенных кругах. Ну и связи есть, но, опять же, в определенных кругах. Я бы предпочел, чтобы были связи там в финансово-экономическом блоке, в блоке взаимоотношений с какими-то внешними контрагентами, с возможностью привлекать инвестиции, интересные проекты и прочее-прочее в регион. Ну, смотрите, инвестиции в оборонку – это ведь тоже инвестиции? Ну, это оборонка, да. Это тоже инвестиции, я согласен. Ну, вместе с тем, как бы невольно задумываешься. А вот у нас вообще вся страна там работает только на оборонку. То есть ничего другого в стране не происходит. Там к чему готовимся, а как готовимся. Я понимаю там задачи обороны, но не вся же жизнь состоит из… Из борьбы. Из подготовки к войне и ведению этих войн. То есть хотелось бы видеть там вполне успешные гражданские проекты. То есть проекты развития технологий, связанных там с просто жизнью обычных людей. Там не на войне, а вот хочется бы вот как-то вот в эту сторону там смотреть и развивать там медицину, образование, там здравоохранение. Вот хотелось бы видеть там предприятия, которые там способны там делать бытовую технику. На хорошем уровне. На хорошем уровне для внутреннего рынка. Вот хотелось бы, чтобы все это работало у нас и приносило деньги. Хорошо. Мы поговорим немножечко о переквалификации оборонной, какой-то промышленности там, да, и каких-то оборонных вещей в гражданские. Но сделаем это через небольшую паузу. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». В гостях у нас Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки НКО, член общественной палаты. Напоминаю, что вопросы нашему гостю можно задавать на сайте eho-kerova.ru через форму анонса. Ну а мы возвращаемся к нашей теме. Передача Министерством обороны территории бывшего вертолетного училища КВАТУ в собственность Кировской области состоялась. Опять же, Игорь Васильев анонсировал эту историю в нашем эфире в понедельник. Сегодня в программе «Урбан» в течение двух часов мы обсуждали со слушателями и экспертами, что же делать с этой территорией. Я напомню, что часть территории отошла епархией. Это случилось некоторое время назад. Там бывший семинарский комплекс. Оставшуюся территорию сейчас отдают в областную собственность. На самом деле, конечно, вариантов масса. От некого такого образовательного комплекса со школами, садиками, кружками, секциями. Всё это внутри парка. До просто парка. Слушатели наши предлагали построить там аквапарк. Вам как кажется? Ну, если начать фантазировать, да, то и говорить как раз о конверсии военных технологий, и там военного предназначения, там гражданское русло, да, вот самое простое, что напрашивается такая, ну, фантазия, вот очень бы хотелось, чтобы в Кирове, например, чтобы Киров стал одним из, там, буквально двух мест, там, в стране, буквально, ну, третьим, допустим, по подготовке лётчиков гражданской авиации. Ага, всё-таки лётное училище. У нас самый, кстати, популярный вариант ответа на сайте в нашей группе ВКонтакте «Верните вертолётное училище». Ну, да, вертолётное училище было там под Министерством обороны и там работало всё-таки на, там, военных. Вот, а вот смотрите, в стране развиваются инфраструктуры. Ну, хотелось бы надеяться, что развивается. Мы в это верим. Да, растёт число, там, авиаперевозок, перелётов, то есть развивается малая авиация. А вот если так копнуть, то людей-то для вот малой авиации, там, ну, пилотов, там, готовят, насколько мне известно, всего, там, в двух училищах. То есть, там, в стране, вот. Есть ли такая кадровая потребность в стране? Я думаю, что есть. Было бы интересно, чтобы в Киров приезжали, там, поучиться, там, будущие пилоты, там, со всей страны. Девушки выходили бы за них замуж. Да. Знали бы, там, город, то есть имели бы к нему какое-то отношение. Ну, это вот в качестве фантазии, ну, вот, хотелось бы. То есть, в некотором смысле вы предлагаете сохранить профиль, да? Да, отчасти сохранить профиль. Ну, смотрите, эта фантазия, это, ну, некая такая вот метафора, аллегория, то есть, что бы хотелось в идеале. То есть, какие бы проекты хотелось бы, там, принимать на Кировской земле. То есть, уплотнительная застройка, у нас этим умеют заниматься. Да, построить, там, пару многоэтажек, там, с какой-то, там, инфраструктурой, там, продать квартиры, там, на рынке жилья, там, всё понятно. Вот. Даже разбить сквер, парк, ну, всё отлично, всё замечательно. Вот. Ну, хотелось бы Кировскую область видеть развивающиеся. Вот. Хотелось бы видеть какие-то амбициозные проекты, уникальные, там, в стране. Вот. Хотелось бы видеть, что именно в Киров приезжают, там, люди для того, чтобы поднять какой-то, там, свой образовательный, социальный статус. Пусть по каким-то уникальным, там, специальностям, да, но хотелось бы, чтобы Киров действительно стал одним из центров. Вот. Чтобы была изюминка какая-то всё-таки, да? Ну, да, да. Вот. Вот такие бы проекты хотелось приветствовать на Кировской земле. Вот. Не очень, там, удивительно, не очень, там, мне кажется, там, уникально, там, и мной лично приветствуются проекты-то привлечения новых ритейлеров. Угу. То есть... То есть не торговый центр точно. Ну, да. Если придёт очередная, там, какая-то торговая сеть, там, с кучей своих, там, магазинов, то есть они будут собирать деньги населения и увозить, там... В другие регионы. В другие регионы, там. Вот такого рода инвестиции, ну, они уже так поднадоели. Мы понимаем, что они не полезны для, вот, экономики, там, именно Кировской области. А вот проекты, когда, вот, именно к нам бы съезжались, там, люди, вот, здесь бы готовились, и здесь было бы уникальное место больше нигде, как только здесь, вот это было бы интересно. Ну, или почти нигде. Да, я должна сказать, если я не ошибаюсь, насколько я помню, Виктор Бондарев во время недавнего посещения Кирова и музея Циолковского как раз говорил что-то подобное, о том, что Кирову хорошо бы вот что-то такое лётное, да, открыть, где учились бы и молодые люди, и девушки, действительно, со всей страны. Ну, я надеюсь, что бывший, видимо, уже, да, главнокомандующий воздушно-космическими силами, может быть, в этом вопросе нам и поможет. Не знаю, правда, это будет на территории Квату или где-то в другом месте. Да, неважно, где бы это ни было. Главное, чтобы было. Да, главное, чтобы было. Главное, чтобы новый состав правительства при разработке планов развития Кировской области рассчитывали именно на какие-то такие, вот, хотелось бы увидеть, что правительство будет заниматься продвижением именно таких проектов. Уникальных, ярких, область характеризующих с положительной стороны, привлекающих сюда новых людей, в том числе молодых людей. Ну, да. Совершенно верно, да. Хорошо. Ну, давайте, наверное, от области немножко отойдем и перейдем к городу. Городская дума сформирована. Новый состав. 23 представителей Единой России, да, если считать вместе с одномандатниками, 13 представителей оппозиции. Уже были названы первые имена на пост главы города. Я напомню, что главу города у нас выбирают депутаты городской думы. Единая Россия командирует на этот пост, насколько сообщают СМИ, Романа Зяблых и Елену Ковалеву. Елена Васильевна, бывший министр финансов правительства Кировской области. Справедливая Россия, вторая по численности фракции, командирует на пост главы города Владимира Журавлева. Вот я бы попросила вас оценить этих кандидатов, с одной стороны, и с другой стороны вообще высказаться. А вот Елена Ковалева на посту главы города нравится вам? Ну, что значит нравится? Ну, я понимаю, что не вы будете голосовать. Я думаю, что у нее хватает компетенции для того, чтобы разобраться с городскими финансами и достаточно прагматично посмотреть на экономику города в целом, наладить работу. По поводу Романа Зяблых, насколько я понимаю, там он уже, как мне кажется, не участвует. Я слышал, что там уже какие-то кадровые решения. Он выбран, насколько я понимаю, руководителем фракции Единой России в Городской Думе. Вот сегодня было сообщение. Будет ли он в этом случае претендовать на пост главы города? Может быть и нет. Мне кажется, что нет. А по поводу Владимира Журавлева, ну, собственно говоря, а кто за него будет голосовать из этого состава Городской Думы? Но представители Справедливой России точно будут. Они выдвинули его. Я имею в виду, что чтобы выборы, чтобы его выбрать, чтобы он действительно стал главой, за него должно проголосовать большинство. То есть большинства у Справедливой России и у других представителей оппозиции нет. Поэтому как бы тут, ну, что обсуждать-то? То есть шансы Владимира Вениаминовича вы расцениваете как очень низкие? Да. Так, хорошо. Возвращаясь к Елене Ковалевой. Я уже поняла, да, хорошая кандидатура с точки зрения возможности разобраться с финансами, возможности контролировать городской бюджет, возможности выстроить работу. Как вам кажется, все-таки большинство депутатов – это мужчины? И что? Ну как, ими руководить будет женщина. Да ну какие-то гендерные предрассудки. Отлично, Олег, мне очень это нравится. Спасибо. Не, а что у нас… Мы равны. Пока еще у нас светское государство. То есть пока еще никто как бы не запрещал. Мы видели, знаем там и руководителей регионов женщин. И я не вижу в этом… Я вообще как бы не задаюсь таким вопросом. А некоторые задаются. Ну… Это их дело, да? Нет, вообще на самом деле, конечно, существует экспертное мнение, в том числе, что женщина более рачительно подходит к хозяйственным вопросам каким-то и распределяет бюджет более грамотно, я бы так сказала. Понимаете, как бы люди, когда полжизни или всю жизнь занимаются и становятся профессионалами в каком-то деле, уже совершенно не важно. То есть когда люди становятся профессионалами, совершенно уже не важно, мужчины или женщины. Они профессионалы. Я абсолютно согласна. То есть какие-то вот такие вот бытовые там вещи, они уходят на второй, третий, там, десятый план. Хорошо. И еще одна история, связанная с Городской Думой. Депутат Законодательного Собрания Валерий Крепостнов покинул свое кресло в областном парламенте и уже утвержден, я так понимаю, судя по спискам, депутатом Кировской Городской Думы. Говорят, что идет он туда не просто так, а с прицелом на более высокую должность, нежели просто рядовой депутат. Вы эти сообщения как оцениваете? Ну, как бы он никогда не делает ничего просто так. Валерий Васильевич. Да, Валерий Васильевич никогда не делает ничего просто так. То есть если он это делает, то там с дальним прицелом и с тем, чтобы всегда оставаться там в выигрыше. Я думаю, что он вполне там трезво и разумно, ну, со своей точки зрения, с точки зрения там своих внутренних целей, там, знает, что делает, вот, знает, как он это делает, за счет кого это делает, вот. И я думаю, что у него это получится. То есть никто ему ничего противопоставить не сможет, даже если бы и хотел. Хорошо. А все-таки какой пост он может занять? Ну, сейчас называют там заместителя. Главы города? Главы города, там еще какие-то. Главы администрации, да. Ну, мне кажется, что вот по складу характера, вот по величине, как бы, фигуре, ему вот эти побрякушки-то особо-то и незачем. Так. Вот. Это же ответственность. Конечно. Это надо планерки в пять утра проводить. Это прямое навешивание, там, обязательств, там, связывание по рукам. Ему достаточно быть, и он это умеет, быть серым кардиналом и руководить, как бы, на уровне, там, неформальных связей. То есть пристально смотреть в глаза, там, остальным депутатам. Вот. И улыбаться, когда, там, нужные решения, там, проголосованные с нужным количеством голосов. То есть вы не исключаете такой ситуации, что Валерий Васильевич останется просто рядовым депутатом де-юре? Он де-юре, да. Вот. Ну, как бы, он никогда не останется рядовым депутатом. То есть он всегда будет, там, лидером, руководителем, там, по крайней мере, там, неформальным. Вот. Ну, мы помним, там, эпопею, там. С холодильником? С колесом? Нет. И про 500 рублей мы помним эпопею. Мы понимаем, что, как бы, это, чей это был штаб, вот, и кто помогал в программе всех этих депутатов пройти. Ну, все понятно. Хорошо. Сделаем небольшую рекламную паузу и вернемся в эфир. Напоминаю, что в студии наши Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки НКО, член Общественной палаты Кировской области. Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир. Напоминаю, слушаем особое мнение Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки НКО. Олег, прежде чем перейдем к теме, собственно, некоммерческих организаций, есть еще один вопрос, который тоже хотел с вами обсудить. На этой неделе и даже несколько ранее, то есть еще до инаугурации Игоря Васильева, областные власти заявили о намерении развивать на территории Кировской области так называемый медицинский туризм. Говорю так называемый, потому что термин вызывает вопрос у некоторых людей. Говорят, что слово туризм вообще не применительно в этой ситуации, не совсем корректно его использование. Суть в следующем. К нам приезжают из других регионов. У нас есть направление. Игорь Васильев говорил о том, что, например, это травматология, ортопедия, нейрохирургия, хорошо развитые, которые мы можем развивать и дальше. Приезжают люди, получают медицинские услуги по полисам ОМС. Соответственно, средства Фонда обязательного медицинского страхования остаются в Кирове, направляются на развитие наших учреждений здравоохранения. Ну и вот таких направлений может быть несколько. Как Вы оцениваете? Насколько это вероятно вообще? Ну я тоже согласен, что термин туризм не совсем применим, или точнее совсем не применим к подобным вещам. То есть, ну это, видимо, какая-то мода называть неподходящими словами какие-то серьёзные вещи. Ну, вместе с тем, ведь в других регионах, ну, очень часто, очень много это работает. Я слегка удивлён, что правительство делает ставку именно вот на это направление работы. На это направление в смысле... Ну, как называют в качестве ключевых направлений работы. Не потому, что это плохо. Мне кажется, что здесь ведь очень сложно и очень дорогостояще, чтобы развернуть подобную работу. Это требуется колоссальное вложение. То есть, медицина – это вообще как бы высокотехнологичная сфера. Да, речь идёт именно о высокотехнологичной помощи, да. И кроме медицины как таковой, то есть, нужно же и развитие инфраструктуры. Я вот помню, как несколько лет назад мы помогали направлять в Фёдоровскую микрохирургию глаза, там, человека из Кировской области, практически, который потерял зрение, вот, и с тем, чтобы ему хоть как-то зрение восстановить, тоже по квотам, по этим сам, по полисам, вот. Но ведь это и сопровождающим, и вот человека туда довозят, ведь надо же как-то добраться, это развитие инфраструктуры. Совершенно верно. Игорь Васильев об этом говорил, что потребуется строительство гостиниц, потребуется, там, строительство дорог. Строительство дорог, гостиниц, там, доступная среда. То есть, если это на постоянную основу и рассчитывается, что это будет достаточно, там, много посещений, там, совершенно разных людей, там, с совершенно разными, там, потребностями, то есть, это, ну, очень серьёзное вложение. Вот, я не знаю, есть ли у региона в данный момент какие-то, там, средства, чтобы, вот, там, серьёзно вкладываться в эту сферу. Проект, ну, как идея, это, там, замечательно, вот, но насчёт, там, успешности реализации, тут надо думать. Угу. Ну, возможно, наверное, поддержка и федерального центра? Ну, возможно. Да, ну, опять же, там, мы должны им что-то предложить, чтобы они поддерживали Киров, а не какие-то другие города. Результаты марта 2018 года. Ага. Единственное, что мы можем... Высокий, высокий процент за Владимира Путина. Я не знаю, а что Кировская область ещё может предложить? Ну, что, там, ну, давайте, вот, вот, жители Кировской области живут, имеют какой-то, там, свой достаточно низкий по сравнению, там, с другими регионами, там, уровень доходов, там, какие-то перспективы жизненные. Вот, что можно предложить федеральному центру? Олег, почему вы так пессимистичны? Ну, деньги, там, региональные финансы, они и так высасываются в федеральные центры, там, легко, там, по многим каналам, и, там, в регионе практически нет денег. Вот. Можно предложить территории для, вот, там, различных полигонов бытовых отходов, вот, которые больше не пускают, там, в Подмосковье. Вот. Ну, это совсем грустно будет, если из Кировской области сделают свалку. Ну, а что, было же у нас Мородыково? Ну, было и закрылось, успешно отработав. И думаем, чего дальше, как бы, на этой площадке. Ну, там тревожные поступали новости, да? Ну, да. Хотя нас уверяют, что все хорошо. То есть, некий аналог, то есть, ну, какие-то другие, ну, такие же проекты. Какие-то другие, ну, такие же. У нас, Олег, люди хорошие. Вот, уже второй глава региона говорит о том, что главное богатство Кировской области – это люди. – Отлично. Вот людьми и будем расплачиваться, как последние несколько лет. – Электоратом? – Нет, люди будут уезжать в другие, более успешные регионы. То есть, в качестве источника кадров, то есть, да, ну, вполне Кировская область там подходит. – Ну, у нас еще и образование хорошее, да? То есть, мы готовим людей к отъезду, получается. – Ну, да, да. Очень много знакомых за последние, там, сколько-то лет просто уехали. – Ну, слушайте, ну, вообще ведь это, мне кажется, такая тенденция, я бы даже не сказала, что общероссийская. Мне кажется, она такая общемировая, что из небольших населенных пунктов, ну, если оценивать там и сравнивать Киров, например, с Москвой, да, люди всегда перебираются, там, те, кто поживее, поактивнее в столице. – Ну, смотрите, вокруг различных, там, территориальных центров, да, вот как-то формируются, и люди, да, они съезжаются в более крупные, в более развитые, там, территории. Вот, и давайте сравнивать не с Москвой, а давайте сравнивать, там, с соседями. – Ну, например? – Ну, например, там, Перми. – Угу. Ну, Пермь все-таки город-миллионник. – Ну, так потому и миллионник, что туда, там, более-менее съезжаются. Вот, у них тоже, конечно, есть проблемы. У них, там, конкуренция, там, с Екатеринбургом, потому что они считают, что Екатеринбург часть людей забирает, там, рекрутирует к себе. То есть, вот, направление вот этих вот потоков людей, да, вот, они очень интересны. Вот, вот, в Кировск, в областной центр съезжаются люди из районов. Вот, и из областного центра люди едут по столицам и по соседним, там, более успешным регионам. Там, из тех более успешных регионов, там, люди тоже, там, куда-то переезжают по, там, тоже в столице. То есть, ну, в принципе, направления-то одни. Ну, вот так. – Ну, эту историю-то как-то затормозить, развернуть можно или нет? – Можно. – Как? – Вот, вот, вот именно наличие, там, крупных, хороших, интересных проектов, чтобы было интересно жить здесь, чтобы именно здесь, там, были уникальные места, где можно делать, там, уникальные вещи. Вот, допустим, по поводу развития, там, медицинской сферы, да, вот это было бы одной из точек притяжения, там, специалистов. Если бы здесь, там, было еще больше, там, количество специалистов, там, определенные сферы, вот, понимаете, подобное притягивает подобное. То есть, когда большинство жителей, там, через одного, там, сплошь, там, крутые специалисты, да, то в этой атмосфере и вырастают, там, дети подрастают, они каждый день общаются, там, среди детей этих специалистов, ходят к ним в гости, домой. То есть, они тоже, там, смотрят, там, на тип взаимоотношений, у них, там, возникают планы, там, на свою личную карьеру, какие-то образовательные амбиции. – То есть, одно из другого вытекает. – Все, одно из другого вытекает. Вот, то, что, вот, мы фантазировали и по поводу, там, судьбы Квату, там, там, то, это тоже к тому же. Вот, хотелось бы как можно больше интересных проектов, там, которые бы привязывали хороших специалистов именно здесь, вот, то есть, чтобы была гарантия, что, там, в этом центре будет, там, 100 прекрасных специалистов, там, на ближайшие, там, 10-20 лет, там, есть планы, там, финансирования, развития, там, какого-то центра, да. Вот, мы понимаем, что вокруг этого учреждения, вокруг этого центра будет проистекать какая-то жизнь, это будет, там, ядро, которое будет притягивать к себе. Пока, вот, у нас, вот, в Кировской области есть, конечно, но, ну, крайне немногочисленные и инициатива перехвачена, там, другими регионами. Вот, там, позитивные, там, попытки университета, там, сейчас, вот, объединенного, то есть, опорного вуза, то есть, сделать, как-то, изменить свою работу, чтобы стать одним из центров притяжения. Студентов, молодёжи, да, мы все помним, почему так важно привлекать студентов, да, нам и предыдущий глава региона об этом говорил, и новый об этом же говорит, да, люди приезжают сюда молодыми, знакомятся, влюбляются, женятся, рожают детей, а уже, когда дети, уже садики, уже школы, не все сорвутся, да, в другой регион. Вот это такая... Таким образом мы можем людей привязать. Нет, вот эта вот такая привязка-то, она... Жестокая? Ну, жестокая, она непозитивная. Деваться некуда. Да, когда деваться некуда, это и отношение к тому месту, из которого некуда деться. А создать должны место, из которого не хочется уезжать. Да, место, из которого не хочется, и куда хотелось бы приехать, потому что вот только там есть те специалисты, с которыми там приятно, полезно там общаться, вот только там есть какая-то определённая там среда, которая позволит там раскрыть все свои там таланты, реализовать все свои амбиции. Вот эту среду-то и надо создавать. Слушайте, ну вот сейчас у меня мысль такая возникла, а не сделать ли Киров городом, где будет удобно жить мамам с детьми и пенсионерам? Я слушаю, мы говорим про медицинское обслуживание, да, то есть вот две категории, которые, наверное, больше всех остальных нуждаются. Ну, это уже старая идея, это ещё Андрей Сергеевич Зорин. Ага, озвучивал, да, было дело. Город детства, там, прочее, прочее, то есть, типа, вот сконцентрироваться там на счастливом детстве, всё такое. Не, ну, это должно быть само собой, то есть это не должно быть уникальной там специализации. В каждом городе такое должно быть? Да, это должно быть там в каждом дворе, там, в каждой квартире. Это не специализация, там, это не профессиональные специализации. Хотелось бы вот именно профессиональных проектов, не просто развивать обслуживание ради обслуживания. Обслуживание, оно обслуживает что-то. Должны быть люди. Должны быть люди, и хотелось бы, чтобы эти люди были интересными. Хотелось бы, Олег. К сожалению, не успеваем тему НКО обсудить. Вот, к большому сожалению, но думаю, что встретимся ещё раз. Олег Ткачёв, руководитель Кировского центра поддержки НКО, член общественной палаты, был у нас в особом мнении. Олег, спасибо. Я, Анна Лапшина, с вами прощаюсь. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok